Календарь нового сезона РДС «Восток» утвердили во Владивостоке. Предстоящий чемпионат по автомобильному дрифту будет состоять из шести этапов. Четыре из них пройдут во Владивостоке, и два состоятся в Хабаровске. Первые этапы открытия соревнований пройдут 22 и 23 апреля на Приморском кольце. Как отметили организаторы, в этом году участников ожидают некоторые изменения в правилах. Одной из главных новинок станут регулярные открытые тренировки гонщиков на премринге, за которыми сможет наблюдать любой желающий. Их расписание в ближайшее время появится на официальном сайте серии. Также в чемпионате ожидаются и некоторые технические изменения. Например, вместо привычного антифриза в системе охлаждения двигателя будут использовать обычную воду. Такое решение принято, чтобы после аварии быстрее подготавливать трассу к следующему заезду. Напомню, в прошлом сезоне, который завершился в сентябре 2016 года, чемпионом стала единственная представительница слабого пола в местном дрифте – Екатерина Седых. Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко объявил о начале приема заявок, на участие в конкурсе проектов развития детского хоккея «Добрый лед». В этом году свои идеи будут выкладывать три федеральных округа – Дальневосточный, Северо-Западный и Приволжский. По задумке конкурс должен помочь активистам развития хоккея в небольших городах и селах, у которых есть интересные задумки, но отсутствует финансирование. По традиции участников проекта ждут четыре номинации. Первые шаги на льду, в хоккей играют настоящие девчонки, команда нашего двора и хоккей без барьеров. Все они затрагивают определенные темы – от развития дворового хоккея, до вовлечения в этот вид спорта детей-сирот и трудных подростков. Заявки на конкурс принимаются до 5 мая. Максимальный размер финансирования одного проекта для юридических лиц составит полтора миллиона рублей. Соревнования по сноуборду в категории «Слоуп стайл» пройдут во Владивостоке. В центре зимнего отдыха «Комета» спортсмены будут показывать серию акробатических трюков на специально подготовленных фигурах, трубах и трамплинах. «Слоуп стайл» относительно недавно был включен в программу Олимпийских игр, а именно в 2014 году в Сочи. Сам вид спорта представляет собой скоростной спуск с параллельным выполнением различных прыжков и трюков, оценка которых дается только в сумме и в конце заезда. Во Владивостоке подобное мероприятие пройдет впервые и соберет сноубордистов из самой Приморской столицы и Хабаровска. Участников разделят на две группы – дети до 14 лет и взрослые. И тем и другим предстоит преодолеть участок длиною в 350 метров. Открытие соревнований пройдет 18 марта в 12.00. Максим Яковлев, Новости спорта на 8.